Союзников не будет, это плохая журналистика. И наоборот, если вы какое-то продвигаете общественное дело большое, будут обязательно противники. И противники будут против вас выступать, и они будут с вами, так сказать, вести какую-то борьбу. И это, я думаю, мы от этой общественной борьбы не уйдем. Потому что у нас, ну, журналистик должна быть такой смелый, боевой, ну, какие-то вскрывать проблемы, решать их, какую считаете нужным. Вот вы, как гражданин, занимаете какую-то гражданскую бою, все так и решаете. Если я вам что-то там разъясняю, раскрываю, если это вам поможет, хорошо. Если вам не поможет, ну, будем считать, что я недостаточно хорошо это растолковал. Более того, будем считать, как презумпцию, так сказать, что если студенты что-то не понимают или что-то не получилось в их образовании, кто виноват? Ну, это странно было бы, виноваты были бы студенты, правда? Виноват, конечно, преподаватель. Поэтому тут даже и спора не может быть. То есть, если что-то у меня не получилось, ну, вот даже есть такой анекдот про преподавателей, говорит, что попались мне студенты. До чего они непонятливые, я им раз объяснил, два объяснил, не понимают, три объяснил, не понимают, четыре. На пятый раз я уже понял, они все равно не понимают. То есть, это дело такое. Вот иногда бывает, люди начинают спорить из нашей среды. Вот, попались студенты, ну, что студенты? Студенты есть студенты, они пришли, они растут, у них есть ошибки. Ну, вот если, скажем, ваши ошибки, то, ну, вы студенты, так сказать, какие могут быть взятки из человека гладкие, которые еще становятся. А если это делает преподаватель, который еще всякими званиями, он и доктор наук, он и профессор, и он какую-то чушь несет. Это да, это вот очень плохо. И в этом смысле, конечно, совершенно естественно и нормально, что у нас должно быть это обсуждение. Тем более, ну, вот на очно-заочном отделении, где вот вы находитесь, ну, тем более люди взрослые и работающие. И поэтому не только я, желательно, чтобы уважали ваши там нужды и так далее, но я думаю, что это совершенно правильно. Даже я не хочу сказать, по какой причине, а вот какой бы ни было причина, вот ваши требования справедливые, чтобы вы не хотите быть в кадре. И я вот, если бы, то есть надо будет, если хотите даже проконтролировать, чтобы вы не были, это пожалуйста, никаких не может возражения. Это нормальное совершенно требование. Может быть, вы не хотите просто, ну, мало ли бы, бывает у меня вот такое выражение лица, или я плохо, скажем, спал, или, скажем, нездоров. И я потом посмотрю на себя, думаю, ну, да, вообще, тоже человек, тоже неинтересно смотреть. Это не всегда это плюс, и бывает это минус. Можно вспомнить, что в детских времен, в детсадах, известных в наше время, Сишук, неплохо, в смысле, да? Ну. Ну, а тем не менее, нет, ну, я думаю, что... Нет, Симпан Симпаневич, Симпан Симпаневич, но я думаю, что это одно дело, это вот этим не обойдемся мы, что все... Я думаю, что все-таки надо искать всякие варианты. Я думаю, мы вариант такой нашли, вполне приемлемый. То есть совершенно правильно, чтобы, так сказать, есть, так сказать, совершенно определенный сектор. Никакого движения перемещения делать не надо, тем более у нас никакого репортерства нету. Вот, так сказать, камера должна быть направлена на меня, и, соответственно, товарищи должны знать, что, так сказать, считают для себя, там, неудобным, там, не то, что неприемлемым или страшным, но это его дело уже. Чтобы он, так сказать, всегда мог знать, что он в кадре не присутствует. Это вполне естественное требование, я его считаю, мы должны удовлетворить. Так, ну, следующая у нас тема. Социальная революция и социальная контрреволюция. Социальная революция и социальная контрреволюция. Тема эта очень интересная. Почему? Потому что, можно сказать, что эта тема у всех, с одной стороны, на слуху. Слово революция употребляется сейчас, я бы сказал, чрезмерно часто. Причем к таким процессам и событиям, которые с точки зрения научной революции не являются. Ну, это вот пока у меня голословное заявление. Голословное, потому что, чтобы мы это сделали, обосновали это заявление или опровергли, нужно разобраться, а что это такое. Вот, прежде чем говорить о социальной революции и социальной контрреволюции, надо вообще решить вопрос, что такое революция вообще. Вот, я хотел бы вас спросить, какие есть мысли по этому поводу. Что такое революция? Как бы вы ее определили? У вас есть какая-нибудь мысль? Революция, что такое? Это восстание людей в борьбе за каких-то делах, которые хотят не при помощи реформ поменять систему государства, то есть в течение какого-то определенного времени, а вот это все и сразу, ну то есть прям кардинально изменить одночастость. Но все на самом деле зависит, я забыла, но вроде бы было исследование на тему того, как воспринимается слово революция, еще какое-то схожее, похоже на него. Да, очень хорошо. Как в разных странах воспринимается нас, по-моему, позитивное восприятие слова революция. У нас позитивное, не только у нас. И посмотрите, поскольку он называет революциями такие явления, которые даже и не революции, как бы хвалят их этим словом, то можно так сказать. Ну, а у вас еще какая-то мысль есть по этому поводу? Резкое изменение. Резкое изменение. Ну вот, надо, ведь мы же, я специально сказал, что давайте, прежде чем мы начнем уже применять понятие к обществу социальной революции, да, и к таким явлениям, которые чаще всего называются революцией. Есть же вот такие выражения, как научно-техническая революция или промышленная революция. В промышленной революции там никакого восстания нет. Правильно? Промышленная революция. То есть это революция вот так, о которой обычно в политике говорят, конечно, там с восстанием связано. А вот если говорить о революции вообще, не обязательно с восстанием. Или научно-техническая революция, то тоже нет никакого восстания. Что это такое? Поэтому нам надо разобраться с самим словом. Есть какое слово ему близкое? Близкое слово ему, это уже близко к тому, что вы говорите, эволюция. То есть мы только что разобрали с вами прогресс и регресс. А прогресс может идти эволюционным путем и революционным путем. Прогресс. То есть слово революция связано с прогрессом. Соответственно, контрреволюция связана с регрессом. А в общественных делах с реакцией. Но что ж такое тогда? Не получается ли у нас иногда, что какую-то быструю эволюцию и быстрые эволюционные изменения называют революцией? Что ж все-таки такое эволюция и что такое революция? Вот чем они отличаются? Значит, вот я думаю, что вы тут совершенно правильно сказали, что это резкое изменение. Резкое. Если мы возьмем эволюцию, вот эволюционный прогресс, он все время лучше, 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 лучше. Да? Эволюционный прогресс. Повозрастающий идет. А если мы от этого постепенного хода переходим к резкому изменению в этом же направлении, то это, как называется, нет, еще не революция, это называется скачок. И вот определение скачка есть у Гегерева на ухиловике, это перерыв постепенности. Перерыв постепенности. Скачок. Нет, скачок. Революция, конечно, скачок, но не всякий скачок, а революция. Давайте скачок пока определим. Скачок – это перерыв постепенности. Пример. Самый простой, элементарный. Берем чайник, заливаем в него воду, везем его зимой на дачу. Приезжаем. Что там? Лед в этом чайнике. Ну, это же не скажете, что это контрреволюция произошла, правильно? Это на минус пошло. Иногда это кончается тем, что чайник этот придется выбросить. И вот мы включаем этот чайник. Я убедился в том, что у меня один немножко раздутый чайник после этого работал еще. Включаю его, и он превращает лед, то есть воду, из твердого состояния, состояния льда, в жидкое состояние. И это резкое изменение, правильно? Сначала, так сказать, раз-раз-раз, и раз, и уже вода. Вот это резкое изменение, потому что вы можете долго-долго этот лед нагревать, и когда вот он нагреется выше нуля, то он быстро растает. Что называется скачком? Перерыв постепенности. Потом мы начинаем дальше нагревать воду. Опять идет постепенное изменение, от нуля до ста идет постепенное изменение, все теплее, теплее, теплее. Потом начинается шум в чайнике. Что за шум? Откуда шум? И что? Ну, а почему от фара шум? Нет. Еще кипения нету. То есть кипения есть у вас в маленьких кузырьках, они доходят вверх в холодные слои и... Лопаются. Наоборот, захлопываются. Ну, шарик пара, вот как правильно вы сказали, да, вскипел. Он вскипел не пчел, он в чайнике, а маленькие шарики, они вскипели. Поднимается в холодные слои, снизу, снизу нагревается. И захлопывается. Что получается? Клопок. И вот, и вот это бурные аплодисменты, это означает, что у вас этих хлопков все больше и больше, и выключается ваш чайник. Чайник вскипел. Что значит вскипел? У вас, получается, бурное течение, бурное уже бурлящее такое кипение, уже такого шума нету. И это бурлящее кипение означает превращение воды в газообразное состояние. Это опять перерыв постепенности. Грели, грели, грели. Как дошли до 100 градусов. Или наоборот. Снова понизили до нуля. Бывает так, что вот, скажем, в горах, озера, минус 5, минус 7, минус 10. Не замерзает. Птичка пролетела, веточку уронила. Раз, мгновенно лед. Перерыв постепенности. Ну и дальше. Нагреваем дальше пар. Есть такое понятие перегретый пар. Его используют в технике. Есть такое понятие, которое, может быть, вам уже так незнакомо. А что будет, если мы начнем нагревать, нагревать, нагревать. И будем еще греть, греть. А это скорость движения молекул больше и больше. Они сталкиваются друг с другом, разбивают молекулы. Молекулы превращаются в атомы. Не превращаются, а распадаются на атомы. Атомы сталкиваются друг с другом, выталкивают электроны. И, значит, может быть, даже разрушение и ядер. Что это за состояние, которое наступает уже на том уровне температур, с которым мы почти не встречаемся в нашей жизни. Но которых мы видим на Солнце. На Солнце именно такое состояние. Что вы думаете, там молекулы есть? Нет там никаких молекул. Чтобы были молекулы, надо, чтобы была не такая температура. Это плазма. Вот еще одно состояние. То есть твердое состояние, жидкое состояние, газообразное состояние и плазма. Четыре состояния. А скачки между ними происходят, скачки, перерывы, постепенности. Можно сказать, если мы говорим о революции, что всякая революция есть скачок. Обратно неверно. Не всякий скачок есть революция, потому что кипение чая, вскипание чайника, замерзание воды никакой революцией не является. Поэтому не следует называть всякий скачок революцией. Не следует. Спрашивается, а какой скачок можно называть революцией? Только такой, который связан уже с самим понятием. Вот слово революция, что означает, как вы думаете? Само это слово, буквально его значение. Револьвер кто-нибудь видел? Как он устроен? Нажимаешь на курок. Нажимаешь на курок. А пистолет Макарова, видели? Вот у милиции вся выражена пистолетом Макарова. Это не револьверы. Там, если нажимаешь на курок... Вот смотрите, в пистолете Макарова, в рукояти, находится пружина туда, заводишь эти патроны, там 7 патронов. И если вы выстрелили оттуда, пружина выталкивает следующий. Влетает, ну пуля влетает туда, отсюда выскакивает гильза и поднимается. И пока при каждом нажатии происходит такой подъем. А если это револьвер, то это вокруг дула, есть такой барабан, этот поворот поворачивается и тем самым снова ставит заряд так, чтобы можно было в него стрелять. То есть револьвер это поворот, переворот, переворот. Поэтому всякая революция есть переворот. Поэтому она называлась так, революцией. Ре-волюция, переворот. Но не всякий переворот, есть революция. Правильно? А? Да, запустите, пожалуйста. А, это первое, да? А то шумно, я тоже считаю. Я не знаю, что где-то. Да нет, вроде закрыто. Не понятно. То есть всякая революция есть скачок, закрыто. Но не всякий скачок революции. Потому что, и не всякие перевороты революции. Потому что есть дворцовые перевороты. Это революция или нет? То есть если в руководстве сложилась определенная группа лиц, договорилась, смещает того или иного, то или иное властное лицо и ставит другое. Если она при этом ставит лицо, которое относится к тому же классу и проводит те же самые классовые интересы, это революцией не является. Потому что, что считается революцией? Если у вас есть два класса, один из них господствующий, другой – негосподствующий. Так основные всегда это либо рабовладельцы и рабы, или феодалы и крепостные, или капиталисты и рабочие. И вдруг переворачивается. Все переворачивается. Господствующий класс становится подчиненным, а подчиненный становится господствующим. Что происходит при этом? Если тот подчиненный прогрессивный класс, по сравнению с тем, который господствующий, то это революция. А если наоборот переворачивается, то есть, скажем, во Франции после того, как была совершена буржуазная революция, потом произошла реставрация, потом снова вернулась монархическая власть. То есть произошла контрреволюция. То снова феодалы взяли верх, а буржуази проиграл на известном этапе. И вот такое превращение, когда превращение, что может быть революция, за ней идет контрреволюция, это довольно часто бывает в истории. То есть революция – это переворот, при котором на место прогрессивный класс становится господствующим, а реакционный класс, прежде господствующий, становится подчиненным. Вот что такое революция. С этой точки зрения... С этой точки зрения... А тут просто одно окно. Шум, наверное, плохо слышно. С этой точки зрения... С этой точки зрения, вот в последнее время то, что мы видели в печати, слышали в печати, по телевидению, самые разные, так сказать, назывались революции рост, например. Где революция рост была? В Грузии. В Тюльпанов. Где? В Киргизии. Теперь оранжевая революция. Где? В Украине. Да? И так далее. Нигде никакой смены власти... В смысле смены класса у власти не было перемены. Как вот был класс, который стоял, так этот класс и стоит. Вот эта революция рост в Грузии была уже тогда, когда у власти был класс буржуазный. И по-прежнему там стоит класс буржуазный. То же самое и в Киргизии. То же самое и на Украине. В этом смысле никакой смены класса не было. И на место, скажем, реакционного никакой прогрессивный класс не пришел. Но это вот понятие, как позитивное, вы совершенно правильно сказали, как в целом его оценивают революция, как что-то хорошее, позитивное, оно представляет собой вот такое явление, достаточно редкое. Достаточно редкое. Вот Египет давайте возьмем. Вспомните, там были мусульмане у власти. И пришел, там произошел военный переворот. Отстранили этих самых мусульман от власти. Снова образовалось в Египте светское государство. Во главе с Мурси. Это был военный переворот. Была тут революция? Нет. То есть в результате военного переворота более прогрессивные силы пришли к власти. Что поменялось? Какая-нибудь классовая структура поменялась? Что, это другой класс в власти? Нет. Класс остался тот же самый. А прежнего президента, между прочим, вы избранного законным образом, законным образом избрали предыдущего, его посадили в тюрьму и даже приговорили к смертной казни, но и смертную казнь не приводят здесь. Вот такая картина в современном Египте. Или? Ну вот была ситуация такая в Ираке. В Ираке был избранный закон на президент. Теперь группа стран во главе Соединенных Штатов Америки под предлогом, что там якобы имеется оружие массового поражения, совершили нападение на Ирак и повесили этого самого президента. Это революция? Нет. Контрреволюция? Нет. Потому что это не внутренний процесс в этой стране, да? А это война, которая была проведена крупными державами в отношении к Ираку. Другой пример. Ливия в Ливии. Она называлась очень красиво ливийская, арабская, народная, социалистическая джамахирия. Бесплатное было образование, бесплатная медицина. Значит, молодоженам давали средства, чтобы они могли на 160 квадратных метров квартиру себе сделать. За счет чего? За счет того, что там большие очень нефтяные богатства в Ливии, но эти богатства разрабатывались империалистическими, монополистическими мировыми компаниями. А Ливия получала часть дохода от этой нефти. То есть она своей, по существу, радиоэкономики не имела, и этот так называемый социализм был построен на капитализме, на империализме. В один прекрасный день все люди, которые ввели хозяйство капиталистическое, решили, что им не нужен такой потребитель в лице всей этой настройки. И, так сказать, пришла большая команда, опять-таки, в главе с Соединенными Штатами Америки, и мы имеем такую проблему, как беженцы, потому что нету государства. Государство уничтожено, никакого там нету. Не то, что там, какая может быть, ни революция, ни контрреволюция, потому что если бы было это государство, мы бы сказали, какой класс у власти. А нету власти. Там два правительства есть, и один свободно ходящий генерал. Более мощный, чем эти два правительства. И вот с ними даже наши власти поддерживают какие-то контакты. Может быть, он объединит там какие-то силы. Причем одно из правительств однозначно поддерживает вот это самое исламское государство. Однозначно. Значит, там ситуация какая? Такая, что людей, так сказать, выгнали из дома, дом сожгли, и оттуда беженцы кидаются на какие угодно утлы суденышки, через Середневное море плывут. Откуда эта волна беженцев? Вот волна беженцев и идет. Из этого района, где идет вот постоянная война. Мы знаем, что в Ираке, после того, как вместо светского стало государство религиозное, ну, надо делиться на суннитов и шуитов. И началась вражда. И вражда эта, так сказать, появилась одним из источников появления этого исламского государства. Поэтому и там тоже нет в этом покоя. Осталось на всем Ближнем Востоке одно светское государство, сирийское. И в отношении него западные державы ставят вопрос о том, что надо этого самого президента, этого светского государства сместить. Поэтому, если сейчас это исламское государство еще не вполне государство, потому что, так сказать, в Сирии, так сказать, с ним ведут политические войска бои, и эти бои с исламским государством уже ведут и российские силы, и силы западных государств. Пусть не очень последовательно, но ведут. То, если, скажем, в этой борьбе будет поражение, то появится государство со столицей в Дамаске. И тогда уже вот с этим явлением очень трудно будет бороться. Это не будет какая-то запрещенная организация. Будет государство, которое вы не признаете. Ну, примерно так, как, вот, скажем, есть Южная Осетия, ее некоторые не признают. Ну, и не признавайте, вот Россия признает и хватит, как говорят наши дипломаты. Еще там два государства признали. А это уже не движение и некая общественная организация. То есть, слово «революция» сюда никак не подходит. И контрреволюция сюда тоже не подходит. Не подходит, потому что нет никакого, так сказать, нет такого движения, чтобы совершился переворот классовый, чтобы на место класса одного, реакционного, пришел бы класс прогрессивный. И нет и контрреволюции тоже, потому что нет такого, чтобы на место прогрессивного класса пришел бы реакционный. Теперь вернемся теперь к понятиям, не относящимся к политике, а относящимся к экономике. Было такое явление, как промышленная революция. Почему можно применить такое понятие, как революция, к этому явлению? Потому что до этого все был сплошной ручной труд. Ткачи. Масс, миллионы ткачей, которые все вручную ткали. Не знаю, видели ли вы, как ткут или как придут. Видели, наверное. Да, вот. Я у моих там родственников в деревне тоже есть прялка. И я знаю, как они там придут. Я сам делаю веревку из конопли. Как разъяснил нам товарища Иванов. Иванов, председатель антинаркотического комитета, что нас, как дураков, или нашей власти в ельцинский период обманули, когда мы подписали бумагу о том, что мы все производство конопли ликвидируем. Оказывается, единственный вид конопли, а это индийская конопля, годится для производства наркотиков. Все остальные виды конопли, из которых делают канаты, пинку и канаты, и, между прочим, эти вот пинка идет в изготовление даже обшивки наших космических кораблей. Вот это все, все эти виды конопли, они подавляют индийскую коноплю. Если их просто сажать, он говорит, ну это не мое дело, как председатель антинаркотического комитета это говорить. Но вообще-то наше дело какое? Набежать, схватить, арестовать, отдать под суд. Вот, но вообще-то надо, говорит, сажать коноплю, чтобы не было индийской конопли. Они от мышей помогают. А? Конопля от мышей помогают. Да. Запах. Да. Причем, если лен имеет вот такие волокна, а почему получаются такие вот канаты такие мощные? Потому что там волокна вот такие. Вы просто ломаете эту коноплю, и получается вот волокна, волокна скручиваешь, получается веревка. Из многих веревок получается мощный канат. И на эти мощные канаты вот уже корабли, когда причаливаются, они выдерживают такое, такую силу, такое напряжение. Россия всегда пеньку продавала на экспорт. Вот. Это, значит, вопрос о... А почему революция называется? Потому что всех их, как бы, труд их стал ненужным, когда изобрели ткацкий станок. Как устроен ткацкий станок, не знаю, знаете ли вы, значит, вот есть вот такие две, как бы, две клетки, так, с ничьями. И вот уток должен проскочить здесь, протянуть нить. А потом вот они так переворачиваются, и у этой нить закрыта. Теперь здесь должен проскочить. И так раз, 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 раз. И почему-то Катя говорит, что толкает этот уток все время. Раз, 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 и делается ткань. То есть производительность труда вырастала не так, как мы сейчас вот нам говорят, 3%, 5%, 2%, ну, 10 тысяч процентов там, 5 тысяч процентов. То есть когда действительно совершается переворот во всем производстве. Одно дело ручное ткачество, а другое дело, труд при машинам. Когда человек становится вообще придатком машины, если вы придете на ткацкое производство или производство предельное, вы увидите, что там задача вот тех, кто обслуживает эти станки, в одном оборвалась, снизь. Там сразу загорается лампочка, и надо бежать, и там снова сделать так, чтобы не соединилось. То там, то там, то там, то там. И, в общем, это вот целыми днями, так сказать, все свое время, рабочие бегают, эта женщина. Так сказать, она не рассолсеет. Хочешь похудеть, спроси меня, как? Носится между этими желтоглазыми станками, которые, так сказать, все время над ними нависают, и остановки нету, постоянно где-то обрывается. То есть, конечно, это переворот. Совсем это не похоже на то, чтобы сидеть, петь песни и потихонечку ткать или прести. Переворот произошел. В изготовлении ткани переворот. Дальше. Научно-техническая революция. Тоже тут есть разные трактовки. Если посмотреть просто литературу и количество упоминаний, больше всего упоминаний из слов научно-технической революции у нас появилось тогда, когда темпы роста стали резко падать. Грубо говоря, производительность труда в 50-е годы была порядка 10%, а потом она стала падать, падать, падать. И на сегодняшний день даже стараются молчать про производительность труда, потому что у нас рост экономики за последний год минус 0,2%. А я думаю, производительность труда выше. Я даже назвать не могу, потому что, в общем-то, эта цифра малоизвестна. Она точно выше, потому что даже если вы убираете какую-то технику или разрушаете завод, то вы, наверное, ставите более новые станки, а выкинете более старые. Поэтому за счет этого вырастет производительность труда, потому что производительность труда оценивается по количеству на одного работающего. Работающего, может быть, станет меньше, но один работающий делает больше. И вот с этой точки зрения можно сказать, что в бумажном выражении у нас действительно большой скачок. Столько разговоров и столько написано про научно-техническую революцию, но вот как люди серьезные, например, Академик Румянцев выступал в Институте экономики, автор учебника по политэкономии, он говорит, что нигде научно-технической революции нет. Почему? Он берет и рисует график. И график вот не такой, он был вот такой, когда просто производительность труда, а потом стал ниже, ниже и гладкий, и все, и более пологим. То есть не только никакой не скачок, это первое требование к революции, скачок. Скачка нету, а есть замедление. А что такое тогда научно-техническая? А может ли она быть? Что это такое? Если это изменение в науке, которое не привело к скачку большому производительности труда, то есть не привело к скачку в технике, то техника для другого только и не нужна, только для того, чтобы повысить производительность труда, то это научная революция. Научная революция бывает много, правильно? Научная революция там, скажем. Вот научную революцию произвел Эйнштейн. Научную революцию в химии произвел Ненделеев. Ну, сравнительно много. Но тоже не всякое достижение новое вы назовете революцией. Скажем, в математике революцию в геометрии произвел Лобачевский, потому что все думали, 2000 лет обдумывали, хотели доказать, что вот через одну точку, не лежащую на прямой, можно провести только одну прямую. Или, другими словами, не пересекающую данную. Доказать не могли. 2000 лет не могли доказать. И, наконец, Лобачевскому пришла в голову идея, что это недоказуемое положение, и что надо просто взять это как постулат. Не тот постулат, а взять такой постулат, чтобы через одну точку развести сколько угодно прямых, не пересекающих данных. И он создал новую геометрию, геометрию Лобачевского, которая применяется в самых современных теориях, связанных с микрочастицами и так далее, в современной физике. А надо сказать, что не только Лобачевскому, а и некоторые другие люди к этому подходили. Например, Венгер Баяи, такой молодой математик. Отец у него был математик. И он даже думал, что если он такое скажет, будет такой шум, такой большой, что он, так сказать, потихонечку к сборнику, который сдавал его отец, представил свою статью и думал, что сейчас будет грохот. И как он опечалился, когда узнал, что уже несколько месяцев назад Николай Иванович Лобачевский в России издал мощную книгу с изложением новой геометрии. То есть революции тоже бывают, и в науке редкие. А вот все такое научно-техническое, это такая революция в технике, которая подготовлена революцией в науке. Правильно? У нас есть революция в технике? Если под техникой понимать станки, машины, средства производства, то нет. Как резанием изготавливали, и ковкой, и штамповкой в основном. Так и продолжается пока. Вот эти 3D-принтеры и роботы, это есть некое начинание, которое 0,0-0,1%. А для того, чтобы была революция, надо что-то перевернулось, чтобы вот резами, штамповкой делали бы меньше, чем делали через 3D-принтеры. Вы видели этот 3D-принтер, нет? Если кто хочет посмотреть, в политехническом университете есть, он что делает? Он наносит, наносит медленно, там очень низкое производство. Вот потихонечку наносит слои. То есть вот думает, может почку так сделать, ну как бы ее, вот этот самый, всю структуру, если структуру воспроизвести в математической форме, то можно такую изготовить. Но это очень будет долго, потому что он должен очень точно и долго наносить следующий слой. И вот он слоев, ну сколько там, тысячу слоев должен донести, или десятки тысяч, чтобы постепенно вот он вот так делал, делал, делал и наконец закончил. То есть какое-то место в современном производстве, ничтожное, а какое должно быть, чтобы была революция, основное. То есть то, что было ничтожным, стало главным, а то, что было главным, стало ничтожным. А у нас как на заводе было в любом производстве, хотите в американском, хотите в японском, операции какие? Резание и сборка. Причем сборку, как малоинтеллектуальную функцию, выкидывают крупные державы в другие страны. Вот некоторые наши товарищи думают, как хорошо, к нам приехали автомобильные заводы. А что значит приехали автомобильные? То, что сюда привозят, это части конструктора. И теперь этот конструктор надо собрать, покрасить и сварить. И свинтить. Свинчивание – это абсолютно монотонная функция, которая абсолютно не развивает человека. Сварка – вредная совершенно работа. Которая, так сказать, и для глаз вредная, и для дыхания, потому что здесь вот сваривается металл, он этим дышит. Покраска, когда женщин направляет, очень даже для женщин вредная работа – это покраска, которая связана с значительным резким ухудшением условий труда. То есть все это представляет собой ну вот только разъединение единого процесса и раскидывание там делают более, так сказать, операции более интеллектуально значащие, здесь операции менее интеллектуально значащие. И так вот передвигается. Против счета Трамп стал выступать. Давайте, говорит, мы не будем все отдавать Китаю, а то они там или другим странам. Тем не менее, этот процесс вот такой идет. То есть на сегодняшний день сказать, что где-то есть научно-техническая революция в этом смысле нельзя. В чем революция была, очень значительные скачки были в машине, в приводе машин. В свое время все станки стояли, и один был привод для всех. Теперь есть электромоторы у каждого. Теперь появилось еще управляющее устройство. то есть с помощью вычислительных машин разрабатываются программы, и с помощью вычислительных машин идет сам процесс обработки. То есть стоит рядом со станком с ЧПУ оператор станков с ЧПУ и, так сказать, следит за ходом этого дела. И он должен разбираться в этих программах и в том, как это все включать. Но по-прежнему это резание и по-прежнему это шлифовка. То есть те операции, которые были. Как на заре вот этого всего разговора о новостехнической революции говорили, что будут брать вот порошок металлический и из него спекать. При высокой температуре, если при большом давлении, раз, и готовое изделие. И не надо обрабатывать, и не надо никакой стружки, и не надо никаких отколотистей, штамповки, и ковки, и так далее. И так, и такие тоже есть машины. Но они тоже вырабатывают очень малую часть. А что требуется от революции? Переворот, чтобы был. То есть это было не отдельное явление, элементы, а переворот. А что касается, скажем, если вы возьмете другую сферу, сферу информационной, здесь действительно революция, согласитесь. В том плане, это вот взяли, мне сообщают о том, что мне пришла электронная почта. Значит, конечно, это надо, я должен раньше смотреть, открывать. А я уже знаю, что пришла. И так далее. То есть в информационном поле, в информационном пространстве, которое не представляет собой создание материальных благ, а представляет собой преобразование в сфере общественного сознания. Вот тут можно сказать, что революция есть, информационная. Но это не значит, что это революция в области знаний, потому что в области знаний это научная революция. А информации может быть очень много. Я вот вам позвонил, спросил, как у вас на заводе? Да у нас на заводе сейчас остановка. А у вас как? А у нас безработица. А у нас плохие условия труда. А у нас... И так далее. Или а у нас разрушается. А у нас портится. А у нас снижается. И так далее. То есть можно говорить об информации тогда, когда знаний особенно не прибавляются или они не являются позитивными. Например, 316-28-43. Информацию я передал? Передал. А знания вы получили? Нет. А если это будет пин-код? А? А если это будет пин-код? Если это будет пин-код, это будет знание. Это будет знание. Конечно. То есть вот поэтому надо разбираться, что есть знание, а что есть информация, которая знанием не является. Иначе вот будет как в том анекдоте, как жена мужу говорит, я уйду на 15 минут к соседке, и ты через помешивай суп. А она ушла на 15 минут. И она много-много-много с ней говорила, с этой соседкой. Но это, так сказать, передача информации на лицо. А знания какие-то передавались? Большие? Нет. То есть это мы должны различать. Знание, это уже связано с тем, что такое истина, а истина в соответствии понятия объекту, а не просто какие угодно, какая угодна информация. Тем более, что, скажем, борьба истины и лжи не является такой одноплоскостной. Современная форма борьбы и лжи против истины такая утопить истину в разных точках зрения или в разных мнениях. Вот если рядом с истинным мнением будет еще 100 или 150 или 200 других, как бы это никуда не девается, это истинное знание, оно просто потонуло в общем потоке. И до него мало кто добирается. Это вот поэтому очень непростая вещь. Вот, возвращаемся к... То есть мы разобрали с вами понятие революции. Значит, теперь виды революции мы тоже рассмотрели. Могут быть революции в технике, могут быть революции в производстве, могут быть революции социальные. Теперь социальные революции. Социальных революций на самом деле может быть очень мало. Сколько может быть революции? Вот сколько мы знаем способов производства и соответственно общественно-экономических формаций? Мы знаем первобытный общинный коммунизм, мы знаем рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, вышедшие из капитализма. Итого пять. А переходов, то есть вот революции может быть четыре. Революция, которая означает переход от первобытного коммунизма к рабовладению раз, от рабовладения к феодализму два, от феодализма к капитализму три, от капитализма к коммунизму четыре. Всего четыре вида революции. Их всего. Это большая редкость. И в истории это большая редкость, и они еще и по-разному себя проявляют. По-разному себя проявляют, и трудно сказать, где кончается одна формация, где начинается другая формация. Это вот отдельный вопрос, на котором мы можем остановиться. Каковы объективные и субъективные предпосылки революции? Что является объективной предпосылкой революции? Революции вырастают не из желаний субъектов, они вырастают из экономической необходимости. Вот если перебирать те революции, которые были за всю историю человечества, мы должны вам сказать, что переход от первобытного общинного коммунизма к рабовладению был связан с тем, что выросла производительность труда, и один человек мог содержать других людей своим трудом, мог создать столько благ, что этим могли воспользоваться другие люди. Пока этого не было, никакого рабовладения просто не могло быть. Это раз. Во-вторых, вот это самое рабовладение, оно посредством разделения труда открыло дорогу развития науки, искусства, наряду с тем, что здесь констатируем, эксплуатация была, но при этом это было положено начало к бурному социальному прогрессу. Переход от феодального, от рабовладельческого государства к феодальному, когда рабовладельцы стали классом реакционным, а феодалы стали классом передовым, было связано с тем, что появились новые орудия труда, которые не мог использовать раб, поскольку для него орудия труда рабские, это орудия его закабаления. И он относился к ним как к орудиям закабаления, то есть он совершенно не был заинтересован в их совершенствовании и, соответственно, использовании прогрессивно. Поэтому прогресс в дальнейшем развитии производительных сил и орудий труда начался с появлением феодализма. Можно сказать, с одной стороны, что крестьянин был забитый, что крестьянин работал на барщине, что вот государство феодальное, даже специальный закон приняло, что вот барщина была бы не больше трех дней, чтобы этот работник, крестьянин, мог бы четыре дня в неделю заниматься своим участком на работе на своей земле, на своей, которая не была у него в собственности, это все помещущая собственность, но которая помещиком была выделена для того, чтобы сам крестьянин на своем, за счет своего хозяйства себя кормил и обеспечивал. Значит, крестьянин должен сам решать, что сажать, что убирать, как работать, когда сеять, когда и так далее. То есть, он должен был решать все хозяйственные вопросы. И поэтому он был хорошим работником моего помещика на барщине. Он был заинтересованным в совершенствовании орудий труда. Чем лучше орудий труда, тем он за это короткое время больше сделает. Поэтому безусловно переход к феодализму он двинул вперед производство общественное, а общественное производство явилось базисом дальнейшего развития. Переход от феодализма к буржуазному строю это великий переход, потому что он убрал впервые за всю историю человечества личную зависимость работника от того, кто является собственником средств производства. То есть по отношению к собственнику средств производства рабочий совершенно независимый человек. И поэтому буржуазия выступила как прогрессивная освободительная сила, причем как народная освободительная сила, и революции буржуазные выступали как народные. Почему? А потому что в ходе буржуазной революции основная масса народа, то есть крепостные, народ это рабочие и крестьяне или непосредственные производители материальных благ освобождалась от крепостной зависимости, и поэтому мы можем считать эти буржуазные революции вполне народными. Другое дело, что когда эта революция завершилась, и когда власть перешла в руки буржуазии, и выяснилось, что не вообще народ стоит у власти, а в власти стоит буржуазия, а буржуазия это собственники средств производства. И на чем построено это новое общество и новое хозяйство? Оно может быть охарактеризовано совершенно кратким одним выражением, что капитализм это всеобщее товарное хозяйство. и все. Всеобщее товарное хозяйство. Это самое краткое определение капитализма. Это что значит? Это значит, что здесь все превратилось в товар, не только предметы потребления, не только средства производства, включая землю, но в товар превратилась и способность человека к труду. Вот эта способность человека к труду называется производительными, называется рабочей силой. Такое каноническое определение понятия рабочей силы выглядит так. Рабочая сила это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются всякий раз в ход при производстве материальных благ. Рабочая сила это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются всякий раз в ход при производстве материальных благ. То есть если раньше покупали раба и рабочая сила не отделялась от работника, покупали целиком работника, и раба можно было использовать или убить, покупали крестьянина целиком крепостного и он был товаром крепостной крестьянин, и это главное богатство было феодального общества. Крепостные крестьяне, у кого много крепостных крестьян, уважаемый человек, если мало крепостных крестьян, значит это мелкий помещик, и нечего с ним разговаривать, то теперь обстоит дело по-другому, продается только способность к труду, человек лично свободен, он не обязан служить какому-то одному предпринимателю, он кого хочет, того и выбирает, кому хочет, тому и продает. Другое дело, что поскольку у него ничего нет, кроме способности к труду, кроме рук рабочих, он совершенно свободен, и поэтому он может пойти к любому предпринимателю, но не пойти к какому-то предпринимателю он не может, потому что он не может пропитаться, прокормиться, и поэтому он, чтобы получить средства для своей жизни, должен продать свою рабочую силу, он ее продает, продает он ее по цене справедливой для товарного хозяйства, как продают при товарном хозяйстве, по какой цене, по стоимости, а стоимость чем определяется всякого товара, стоимость каждого товара определяется трудом, необходимым для его производства, или общественно необходимыми затратами труда, необходимыми для его производства, поэтому также можно исчислить и стоимость рабочей силы, Она определяется стоимостью тех жизненных средств, которые нужны для воспроизводства работника и членов его семьи. Вот если это вы все посчитаете, это будет стоимость. Дескать, получается, с точки зрения товарного хозяйства или критериев, которые применяются при товарном хозяйстве, справедливо. Капиталист купил рабочую силу по стоимости и может ее использовать. Но какое свойство этого товара? У него этого товара, рабочей силы, есть потребительная стоимость. В чем она состоит? В том, что он может создавать стоимости больше, чем стоимость этого товара. Поэтому рабочий под руководством капиталиста и за то рабочее время, которое установлено, вырабатывает стоимость значительно больше, чем стоимость рабочей силы. И вот та стоимость, которая равна стоимости рабочей силы, называется необходимой стоимостью. Или продукт необходимым продуктом. А вот тот продукт, который вырабатывается сверх этой величины, это прибавочный продукт, а стоимость прибавочного продукта – прибавочная стоимость. И вот прибавочная стоимость – это то прибавление, которое получает капиталист в результате акта производства. А поскольку эти акты совершаются непрерывно, то капитал и движение капитала выражается такой формулой – товар, деньги. Вернее, на деньги он приобретает товар, то есть средства производства и жизненные средства для работников. Затем получается товар в штрих, то есть больше товара, больше стоимости. Тот товар продается, и он выручает снова стоимость, но уже больше, чем вступило в процесс производства. Следовательно, эта стоимость прибавочная. И вот эта прибавочная стоимость на законном основании присваивается капиталистам, и тем самым капитал представляет собой постоянно самовозрастающую стоимость. И это в свое время играло колоссальную прогрессивную роль, потому что именно в период капитализма началось бурное развитие машинного производства. Началось бурное развитие городов, потому что промышленность сосредоточилась в городах, где были раньше цехи. Эти цехи представляли собой обыкновенную простую кооперацию, потому что рядом сидели одно, и каждый делал одно и то же. А вот когда наступило разделение труда, один делает одну часть, другой делает другую часть, третий делает третью часть, кто-то собирает, четвертый обрабатывает уже целое, получается кооперация, основанная на разделении труда. А вообще кооперация – это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. И вот эта кооперация, которая основана на разделении труда, называется мануфактурой. Капитализм начал с мануфактуры. И вот эта мануфактура, поскольку она так разделила труда, что упростила все операции и сделала возможным одну и ту же операцию повторять многократно, изготавливать части только изделий, а потом их только собирать, то появилась основа для широкого применения машин. И поэтому можно сказать, что наряду вот с буржуазной революцией политической, то есть с приходом к власти буржуазии, произошла и промышленная революция. Потому что если раньше люди работали вручную с применением орудий, состоялся переход к машинному производству. Машинному производству. Хотя это машинное производство превратило человека в придаток машины, некоторые орудия, как прилагательное к машине. То есть оно не только не освободило этого работника, во многом закабалило, но оно закабалило его только на время труда. Как только труд заканчивается, человек совершенно свободен. И поэтому, если он хочет быть более свободен, то пусть борется за сокращение рабочего времени. А, разумеется, в рамках производства ни о какой свободе в этом смысле говорить нельзя. Там все диктуется обстоятельствами технологии самого производственного процесса. Надо сказать, что вот в свое время на 9 съезде РКПБ обсуждался вопрос о коллегиальности и единоначалии, а раньше говорили, единоличии промышленности, управлении производством. И этот целый съезд долго обсуждал вопрос вроде мы за коллегиальность, что надо коллективное решение и так далее. Но в итоге все пришли, сообща к выводу о том, что для развития производства необходимо единоличие в решении хозяйственных вопросов. И с того времени везде установилось единоличие. И при всех политических переворотах, которые были, всегда сохранялось то, что, скажем, министр имеет коллегию министерства, еще два человека, вот эта коллегия обсуждает, рассуждает, предлагает, советы дает, а приказ издается министра одного. И министр за это лично несет ответственность. Потому что мы можем делать платье в горошек, можно в полоску, но нужно на чем-то остановиться, а не бесконечно спорить. И вместо того, чтобы выпускать платья, значит обсуждать, да какие платья мы будем выпускать. То есть так обстоит дело в хозяйстве, что оно требует единоличия и требует авторитета в этом смысле. Поэтому современное производство, оно, конечно, зиждется на таком вот единоличии. Если есть генеральный директор или директор предприятия, он решает все вопросы, он советуется с одним, с другим, с третьим, с пятым, с десятым, но он принимает окончательные решения. И это не что-то реакционное, это единственный способ вообще осуществления производства. Не как кому-то что-то, а вот есть чертежи, есть научные разработки, есть проекты, и это надо от них не отступать, их строго соблюдать. Есть правила техники безопасности, которые нужно строго соблюдать и так далее, и прочее. Вот, значит, тот прогресс, который был в этом отношении. И тот прогресс, который был дан бурразной революции. Отсюда и ее историческое значение колоссальное, которое никак не может быть преуменьшено. Другое дело, что вот современное производство, оно попало в другую ситуацию. Обычное товарное хозяйство, которым всеобщим товарным хозяйством является капитализм. Почему? Потому что все превратилось в товар, в том числе и даже способность к труду. Все продается и покупается. Все. А раз все продается и покупается, то главный принцип товарного хозяйства – это конкуренция. И вот если мы с вами конкурируем, то конкуренция – это не любое соревнование. Это вам не социалистическое соревнование, что мы сделали, я использую бесплатно. Я сделал, вы тоже, значит, освоите то, что я сделал. Нет, конкуренция. Если мы с вами конкурируем, то кто-то из нас должен проиграть. Правильно? Вот если вы проиграете, ну, в лучшем случае вы меня на работу возьмете. Хоть на какую-нибудь там должность, должностишку. Но это не обязательно. Вот тут вы и не обязаны. Мы наше свободное же общество. Хочу возьму, хочу не возьму. Правильно? А если я выиграю, я вам сразу скажу, я вас возьму. Но уже будете вы подчинение. Уже не будет этой конкуренции. И те люди, которые являются принципиальными сторонниками конкуренции, если они таковые есть, а это не все такие. Люди вот бывают за конкуренцией, но они какие-то беспринципные в этом плане. В том смысле, что они не доводят это дело до логического конца. Конкуренция ведет к чему? К тому, что в каждой области остаются два, три или четыре крупных монопольных предприятия, которые по существу и держат в руках всю продукцию этой отрасли. То есть тогда тот же самый капитализм без всякой революции, это никакая не революция, совершает скачок. А скачок это что такое? Перерыв постепенности. И вместо капитализма, свободной конкуренции, появляется монополистический капитализм. Монополистический капитализм. И соответственно, этот монополистический капитализм получает для себя возможность уже смотреть на все производственное поле и на весь земной шар, как на объект интересов небольших и немногих групп монополистов. Поэтому начинается не только борьба за ресурсы, за рынки сбыта, источники сырья, на всем земном шаре. А появляется отсюда колониализм и дележь этого дела. Потом избавились от колониализма, потому что без всякого колониализма можно точно так же иметь более слабые страны, в которые вывозится капитал, вывоз капитала обязательно, а оттуда выводится прибавочная стоимость. А туда выводятся все грязные производства. Все производства, которые требуют особо больших затрат и которые неблагоприятно воздействуют на окружающую среду и на работников, они выводятся, в страну монополию вывозится прибавочная стоимость, она обогащается. За счет этой части прибыли или прибавочной стоимости подкармливается свой рабочий класс. И это называется так «Label Latent of Capitalist Class». Рабочие приказчики класса буржуазии не ведут никакой революционной борьбы, они поддерживают эту систему. И начинается монополистическое загнивание. В чем оно проявляется? В том, что весь мир поделен, начинается борьба за его передел. И мы с вами наблюдаем в недалекой истории крупную первую войну за передел мира. Это Первая мировая война, которая была войной за то, чтобы изменить ту систему колониальной зависимости, которая была. Вторая мировая война привела к тому, что вместо двух групп империалистических хищников образовалась только одна группа во главе Соединенных Межстатов Америки и никакого равного им, так сказать, по влиянию, по силе государства и как экономической силы нет. Иногда говорят, вот почему американцы такие вот сильные, потому что они доллары печатают. Но для того, чтобы доллары печатать, это не проблема. Для этого надо печатный станок иметь. А чтобы доллары принимали, надо иметь самую мощную экономику в мире. Так? Или одну из самых мощных. И второе, нужно иметь очень высокий уровень подготовки вооруженных сил и иметь мощную армию. Потому что, если вы не будете принимать доллары, туда приплывут наши корабли. Очень просто этот вопрос решается. И некоторые говорят, как это, чем обеспечены американские доллары? Вот они этим и обеспечены. Тем, что вы их возьмете. А раз вы те, кто их берут, те их и обеспечивают. Ну, вы же даете за бумажки реальные продукты. То есть, за доллары, если люди из других стран дают реальные продукты, значит, они их и обеспечивают. Это надо и понимать. А если кто-то хочет, так сказать, обрушить эту систему, тогда появляются другие средства. Вроде, так сказать, этих самых крейсеров или авианосцев, которые приходят. Надо сказать, что кажется, что в этом вот мире, в котором уже появилось империалистическое загнивание, в том смысле, что если есть генеральный директор, то собственник вроде как бы для производства и не нужен. И вы, наверное, прекрасно знаете, что генеральные директора, они решают все вопросы, они имеют достаточно высокие доходы, но и в России в том числе. Но есть собственник, который может вообще не вмешиваться в производство. И его функция может состоять в том, что я вот вас беру на работу, я даю вам 50 миллионов в месяц, но, значит, раз в неделю вы будете мне присылать информацию о том, какая прибыль. Как только прибыль начнет снижаться, все, вы уже больше не генеральный директор, вы генеральный директор. Тогда я вас не беру, раз вы никогда не будете, вас беру. И так далее. У нас найдутся люди, сумму в 50 миллионов, я вас уверяю, найдутся люди, которые меня освободят от необходимости ходить по этому самому заводу и смотреть, кто и как, и что делает. Сразу сообщают, что я буду жить в Черногории. Там очень хорошее море, у меня там дворец, отличное слово. А средства связи современные позволяют мне прекрасно быть в курсе дела, как идут дела в моей, значит, экономической империи. А если они идут плохо, что я должен сделать? А вот этого сменить генерального. Вот вы сейчас отказываетесь, ну, а вы подумайте насчет 150 миллионов. А если что отвечает перед законом и меня посадят главную бухгалтеру, я не спустил? Нет, зачем главную бухгалтеру? Никто вас не посадит. Если вы будете иметь 50 миллионов, вы всегда найдете способ найти хороших адвокатов, которые посадят тех, кто на вас нападает. Все же это превращается, и деньги превращаются, потом вы можете стать кандидатом в Госдуму, и вас вообще никто не посадит, потому что они неприкосновенные. Там, если кого и сажают, надо заведомо убить человека, и еще Дума должна еще проголосовать по представлению нашего Следственного комитета. А Дума не очень охотно идет на это, потому что сегодня вы, а завтра я. Поэтому зачем же давать разрешение на это дело? Да то в этом и неприкосновенность состоит. То есть что произошло? Произошло уже отделение управления, то есть прогрессивного и необходимой функции, про который можно также записать так. Некоторые думают, что вот есть труд рабочих, а вот труд, скажем, по управлению, он ничего не создает. На самом деле он стоимости не создает, но он совершенно необходим для организации труда рабочих и для современного производства. Это выражается вот следующей формулой, которую Маркс записал в своем капитале, что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляемый в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, управлении. Которое управление осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. То есть всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющий в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ, вы делаете одно, она делает другое, она делает третье, а надо эту связь осуществить и выполнять функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. И приводит сразу пример. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. Вот как оркестр нуждается в дирижере большой, так, а вы знаете, что вот камерный оркестр может играть и без дирижера, а вот этот большой симфонический оркестр, ну это все время не то. И вот эта вот функция управления выполняется уже наемными менеджерами, высокооплачиваемыми, но это не капиталисты, а капиталисты, они оказываются вообще ненужными для производства. А власть экономическая в современной экономике передается как? Как раньше передавалось политическое, как в феодальное время. Если у вас папа король, то вам и власть. А если у меня папа не король, то и она не попадает. А сейчас? А если я миллиардер, а вы у меня дочь? У кого будет власть, когда я умру? У вас. Правильно? Есть вот сегодня в газетах опубликовали, что у нас Михельсон, у него там 19 миллиардов долларов, потом идет Мордашов, у него порядка 17 миллиардов долларов, потом идет Лисин, у него порядка 16 миллиардов долларов. Ну как вы думаете, кто в этой области, где они работают, что самый хороший организатор станет собственником этого? Нет. После смерти капиталиста. Дети его. А у нас общее правило какое? Есть наследники первой очереди, супруг или супруга, и дети. А если их нет, то туда наследники второй очереди, и все. То есть экономическая власть в современном мире передается, как в какие-то давние, стародавние времена, покровно-родственным отношениям, а вовсе не по тому, кто способен, кто обучен. Ну, конечно, их обучают, конечно, им находят этих самых преподавателей, но, как вы понимаете, таланты не рождаются в ходе обучения, они шлифуются в ходе обучения. Вот. Сформировалась такая очень острая противоречия между общественным характером производства и частно-капиталистической формой присвоения. И это противоречие стало разрешаться в ходе уже теперь революции коммунистических или их называют социалистическим, когда на смену власти Бургазии приходит власть рабочего класса. И вот мы наблюдаем смену представлений о революции. У Маркса и Энгельса было представление такое. Это представление изложено в немецкой идеологии, в той книге, которую они написали и при своей жизни не издали и не видели этого издания. И издал эту книгу Институт марксизма и ленинизма при ЦК КПСС. В этой книге они написали, что мы предаем этот наш труд грызущей критике мышей. Если вы там посмотрите, полистаете, найдете иллюстрацию, где показана страница книги с объединенными, так сказать, страницами, которые действительно мыши съели. И куски там иногда вот прерываются текст и написано это съели мыши и так далее. Вот в этой книге Маркс и Энглес заявили, что революция возможна лишь как одновременная революция в ряде передовых стран. Прошло время. Такой капитализм, который был при Марксе и Энглесе исчез, и появился другой. Империализм, монополистический капитализм, в котором неравномерность развития товарного производства уже стала выражаться не просто в неравномерном развитии разных предприятий, она стала выражаться в неравномерном развитии разных стран. И при таком неравномерном развитии разных стран и, соответственно, подготовке и развитии революционных ситуаций, когда, скажем, верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому, а обострились бедствия и лишения основной массы трудящихся масс, вот эти революционные ситуации никак не могут произойти и обостриться одновременно во всех развитых или передовых странах. А они могут обостряться только как-то по известной цепи в одной, во второй, в третьей, четвертой, пятой. И вот если теперь мы посмотрим на то, как дальше развивались события, дальше уже в своих работах Ленин, который говорил о мировой революции, уже ее излагал по-другому. Он прямо сказал, что Маркс и Энгельс как вот ее излагали, это устарела точка зрения, она не действует в условиях империализма, а при империализме в силу закона юрномерности надо понимать под мировой революцией как такую эру потрясений, классовой борьбы, контрреволюция и революция и цепи революции, которая идет одна за другой. И это было написано в работе о лозунге Соединенных Штатов Европы, очень актуально в связи с современным процессом Брексита и распадением Европейского Союза, она была этому посвящена как раз, по существу Соединенным Штатам Европы. И есть такая работа военная программа пролетарской революции, где тоже прямо говорилось о том, что революция возможно и может победить только первоначально в одной отдельно взятой стране. И вот к этому это вот теоретические разработки были использованы и при осуществлении революции столетия, который отмечается в России. и мы можем проследить эту цепочку революций, о которых говорилось. Какая это цепочка? Революция в России. За ней последовало, то есть вместо класса буржуазного на это место пришел ранее гнетенный рабочий класс. Эта революция в России, можно сказать, завершилась в политическом отношении очень быстро, в октябре 1917 года, а в социально-экономическом отношении, то есть когда был построен новый способ производства, тогда, когда можно было сказать, что собственность стала общественной и разрешено противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения только в середине 30-х годов. Вот с этого периода можно было говорить о том, что построена низшая фаза коммунизма в СССР. Вот эта революция, она толкнула или дала толчок и другим революциям. Но прежде еще надо сказать, что эта революция была связана с рядом контрреволюцией, а именно контрреволюция произошла в Финляндии, в которой, между прочим, была установлена уже власть аналогичная советская, это был Совет Рабочих Уполномоченных. От России отпала Польша, и надо сказать, что Советская Россия проиграла в войне в Польше и потеряла там около сотни тысяч человек. Далее, в 1921 году, простите, дальше, в Венгрии произошла Советская революция, Советская Венгрия образовалась, ее быстро задушили окружающие ее империалистические страны. революция произошла в Монголии, и пока существовал Советский Союз, и там строился социализм, но в силу известной экономической осталости он не был построен, Монголия находилась в переходный период, уже в ельцинские времена, там произошла контрреволюция, поэтому нынешняя Монголия буржуазная страна. Затем вы знаете, что на известном этапе развития социализма с приходом к власти Хрущева было в корне изменено содержание этой власти, а именно на 22-м съезде из программы партии было изъято положение от диктатуры рабочего класса, ну и как в свое время писал Ленин, тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Тем самым у нас сложилась такая ситуация, что фактически государство перестало быть государством передового класса, а стало такой машиной, которая удовлетворяла уже интересы частей самого этого государства, номенклатуры так называемой, то есть тех работников, которые призваны были служить рабочему классу, а теперь они не обязаны это делать, и поэтому начались превращения, которые свелись к тому, чтобы построить такое производство, которое в интересах этой группы лиц, то есть бывшего управленческого аппарата и действовало. можно сказать, что в Белоруссии вот такая структура по существу государственно-капиталистическая сохранилась, а в СССР в России, потом в России произошло деление в Чубайсевско-гайдаровские времена, и вот эта единая частная собственность разделилась на много-много-много разных частных собственностей, и мы получили то, что получили к началу 90-х годов, за 30 лет произошли те преобразования, которые можно считать победившие контрреволюцией и реставрацией капитализма, и на сегодняшний день мы с вами живем в буржуазной России. Вместе с этим связанные с Советским Союзом и после проведшие революции после Второй мировой войны целая цепочка европейских государств, тоже потеряли социалистическую власть. А это Польша, которая так и не стала страной, построившей социализм, в ней коллективизация не была проведена, и поэтому там был социалистический город и капиталистическая деревня. Это ГДР из Чехословакии, в которых вполне можно было говорить о том, что там построен социализм. Это Румыния, это Болгария, это Албания, Югославия, во всех этих странах победила контрреволюция, и они превратились в буржуазные страны. В то же время на другом краю земли, на другом краю земли, где ситуация была не такой, что вот страна может быть самостоятельная или буржуазная, или социалистическая, или социалистическая, или буржуазная. А на том краю земли, который мы должны рассмотреть, восточный край, там те страны, которые поднялись к корреляционной борьбе, это Вьетнам, Корея, Китай, это Лаос, там ситуация была, и такая же ситуация сложилась, но в другом полушарии, это Куба. Во всех этих странах вопрос стоял так, либо самостоятельное существование, для чего нужна победа социалистической революции, либо полуколониальное существование, и никакого выбора другого нет. Поэтому там была особо ожесточенная борьба, особенно во Вьетнаме, Вьетнам начал этот процесс раньше всех, в 1945 году, и сначала он освободился от японских колонизаторов, потом от французских колонизаторов, там на место французских колонизаторов пришли американские империалисты, они захватили весь юг, и это длительная борьба между социалистическим Вьетнамом, северным и югом, в которой участвовали Соединенные Штаты Америки, привела к поражению Соединенных Штатов Америки, а участвовали в этой борьбе со стороны Вьетнама еще и советские части ПВО, там не было сухопутных сил, и китайские добровольцы. Можно сказать, что Вьетнам на сегодняшний день единственная страна, которая победила Соединенные Штаты Америки, а Соединенные Штаты Америки страна, которая никого не победила, если не иметь в виду, что она победила в Англии в борьбе за независимость, вот это была война победоносная, она была колонией, как были, зависимой территорией, Великобритания, она стала свободной, в этом смысле вот ее единственная победа, а самостоятельно она, в общем-то, ни одну крупную войну не выиграла. Значит, вторая победа, это была победа в Корее в 1948 году, победила истористическая революция, там тоже была очень сильная война, которая привела почти к полному разрушению северного Вьетнама, там практически, в Северной Корее, да, почти к полному разрушению, там все отстроено заново, и в итоге, опять-таки, при поддержке Советского Союза и уже Китайской Народной Республики, вот эта война в Корее закончилась поведоносно для Северной Кореи, и там сохраняется то положение, которое мы наблюдаем, а именно 17 стран считаются воюющими с Северной Кореей во главе США по мандату ООН, и мирный договор не подписан, поэтому положение на сегодняшний день Северной Кореи таково, что против нее в любой момент без всякого объявления войны могут быть начаты военные действия прежними воюющими державами, потому что нет мирного договора, это как бы у них передышка между боями, вот что происходит там. Теперь Китайская Народная Республика, с одной стороны, там была очень ожесточенная борьба с Гаминьданом, но очень значительная помощь Советского Союза, то есть страны, которая первой совершила социалистическую революцию, и эта помощь была прежде всего в том, что японское оружие, которое было взято у Квантунской армии, разбитое во время войны с Японией, передано Китайской Народной Республике, и то оружие, которым располагала Советская Армия, дополнительно тоже было передано, поэтому там была очень мощная и прочная база для этой борьбы. В итоге образовалась Китайская Народная Республика в 1949 году, а в 1948 году образовалась Корейская НДР. Далее Вьетнам начинал свою борьбу в 1945 году, но только с окончанием войны можно сказать, что образовалась Социалистическая Республика Вьетнам, и в ней сейчас проживает 92,5 миллиона человек. В Китае проживает 1,3 миллиарда миллионов человек, в Корее 25 миллионов человек, в Лаосе, в котором революция была в 1975 году, проживает 6 миллионов человек. На Кубе в 1957 и 1959 году на американском континенте там проживает 11 миллионов человек. Общая суммарная численность населения тех стран, которые являются социалистическими, в которых победила социалистическая революция, на сегодняшний день завыченном уже после тех контрреволюций, которые в Европе произошли и в Монголии произошли. Вот за вычетом вот этого всего на сегодняшний день в социалистических странах проживает полтора миллиарда человек. Ну, так-то это миллиард 512 миллионов человек. Вот картина на сегодняшний день. Далее, в связи с тем, что Китайская Народная Республика в 2014 году вышла на первое место по объему производства валового внутреннего продукта сложилась определенная экономическая ситуация такая, что наибольший объем валового продукта у соц. страны, у США меньше, а темпы роста, естественно, в соц. странах значительно больше. На сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки темпы роста 2,6%, в Китайской Народной Республике 6,5% и планомерная развитие. Никакого кризиса там нету и он не может быть в условиях полномерного развития, поэтому считать, что у нас, так сказать, кризис мировой уже нет оснований. И появилось новое явление нехарактерное для империализма, а именно для империализма классического характерно то, что вот есть группа крупных государств-хищников, они борются за источники сырья и рынки сбыта и захватывают эти, подчиняют семье государства, хотя они являются формально свободными, как и рабочие, формально свободными, не крепостные и не рабы. Но, поскольку современный империализм во главе США продемонстрировал, что может быть с свободными государствами, на примере Югославии, которая уничтожена как самостоятельное государство, разбита на кучку мелких государств, не имеющих никаких шансов влиять на европейскую политику, на Ирак, в котором, так сказать, повесили законно избранного президента, на Ливию, вот, в этих условиях крупные, современные буржуазные государства начинают блокировать, чтобы спастись от экспансии США и, так сказать, НАТО, блокироваться со странами социалистическими. Появляется такой гибрид, необыкновенный, ни на что не похожий, который никогда мы ради не видели, а именно, вот, есть такая организация, которая называется БРИКС, что это такое? Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, БРИКС, кто там собрался вокруг, Китая, которая является крупнейшей страной мира, пятая часть по территории, первое место по отчетливости населения, Индия, почти такое же количество населения миллиард тоже 300 миллионов, вот, Индия буржуазное государство, Россия буржуазное государство, Бразилия буржуазное государство, Южная Африка буржуазное государство сблокировались с Китаем, с Китаем, который является социалистическим государством, и в этом смысле они, ну, гарантированы от того, что они сохранят свою независимость, потому что никакой угрозы независимости буржуазного государства от социалистических стран нет. Еще есть одна организация, которая сейчас буквально на днях становится, крупной очень организацией, в которой будет четверть вообще волового внутреннего продукта производиться и в которой проживать будет более чем 2,5 миллиарда человек, почти 3 миллиарда человек. Это Шанхайская организация сотрудничества. Сейчас подготовлены все документы и вот собирается в Астане собрание министров иностранных дел, которые должны решать вопрос о приеме Индии и Пакистана Шанхайской организации сотрудничества. Туда входит Китай, Россия, туда входит Казахстан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и туда просятся принять Индия и Пакистан. И вот, несмотря на то, что Индия и Пакистан между собой воюют и весьма напряженные у них отношения, но они вот в данном случае блокируются с Китайской Народной Республикой и другие мелкие государства, осколки Советского Союза начинают придвигаться, чтобы спастись от вот такой ситуации, когда вас подавляют, блокироваться социалистическими странами. Вот что мы наблюдаем вот на этом самом краю и что весьма интересно и ново вот в современном мире, потому что мы должны не просто говорить, какие были революции, а мы должны видеть, как развивается этот процесс сегодня. А в связи с более высокими темпами роста стран социалистического лагеря, без всяких революций, в порядке эволюционного развития, вот могущество и экономическая мощь стран социалистических будет нарастать. А что касается стран капиталистических, то вот собиралась двадцатка, они этот вопрос о темпах роста обсуждали, приняли решение, что надо иметь не менее двух, ну вот, и это с этим ничего не получается. У США получается, а скажем, если взять Россию, которая совсем немаленькая, а у нее только минус 0,2 и, так сказать, особенных перспектив пока не видится. Хотя возможности, конечно, есть, возможности развития России. И вовсе не надо понимать так, что буржуазные страны не могут развиваться. Это неверно, я понимаю, могут. Заходите. Вот такая ситуация сложилась на сегодняшний день. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. В следующий раз мы будем изучать вопрос о социальном духе и социальном сознании. Значит, определились наши временные рамкин-экзамены. Продолжение следует... Продолжение следует...